главные недостатки человека любой человек обладает четырьмя недостатками первый недостаток это несовершенство чувств второй недостаток склонность ошибаться третий недостаток подверженность иллюзии четвертый недостаток человека это склонность к обману александр хакимов интересно что это говорят неизбежно это неизбежно потому что у человека есть четыре недостатка у каждого кто-то смотрю записывает мне кажется что то общеизвестная вещь первое несовершенство чувств несовершенные чувства только не забудьте про это записать по нормальному потому что когда вы начинаете общаться с другом забываете про это мы видим что у кого-то чувства несовершенные вот он видит и говорит но совсем не так как я вижу вообще мало у кого нормальные чувства правда живу мало кто со мной согласен не все такие как я нормально то есть я очень доверяю чувствам потому что нет у меня другого другого способа понимать как только мои органы восприятия у меня определенный тип чувств существует а у другого другой тип чувств и ума и вот тем не менее мы говорим он не прав а вида говорится что все несут часть истины эту мозаику нужно поскольку поставить на место и все будет работать вместе хорошо отдельно плохо колесо это часть машины части на месте тоже есть но но если вы отделяете колесо машины не машина не поедет не колесу бесполезно все бесполезно становится все разделить на части поэтому как же нам быть связанными чувство несовершенно мы не можем полагаясь на чувство получить совершенное восприятие мира не полагайтесь конечно мы так воспринимаем но выводы не делать основание чувств она каком же снова делать вывода я скажу позже сначала продолжим чувство несовершенны потому что они ограничены своем восприятие очень сильно даже не видя в каком мире мы находимся мы живем на поверхности планеты и до сих пор никто не знает что так что такое эта планета как она устроена при всем развитии науки здесь какие-то теории но точного понимания не существует что такое что такое если представить океаны никто не знает как устроены реки никто не знает как самолет взлетает никто не знает формулы говорят что он не должен взлететь как летает шмель вообще непостижимая наука для ученых они измерили его массу площадь крыльев всю эту траекторию и чистоту взмахов не должен летать летает на зло учу и так летает и так летает и думаете не можете не понимаете маленькая муха летает со скоростью курьерского поезда пожалуйста бедные ученые они вообще не понимают даже кто они посмотрите а ведь мы же не верим посмотрите есть вагон люкс а есть общий но общий идет по назначению а люкс не идет по назначению в какой вагон садите в этом примере понятно что нужно садиться в общий придется терпеть но в жизни почему так не поступает жизни мы сидим с вами в люксе который никуда нет вообще он еще поспал немножко снова выглянул окошко с платформы говорят это город ленинград откуда ты сел туда приехал странно он думает снова поспал немножко снова выглянул окошко а потом говорят это город ленинград ничего не меняется хорошая история иллюзия иллюзия продвижения так сказать и так чувства несовершенные они не могут знать ничего вот породились вы же ничего не знали вы даже не знали свое время согласно сейчас вы представляете иван иванов так вот так вот рождение откуда ты знаешь вообще тебе сказали об написали в паспорте ты понятия не имеешь как родился если мне было мама и папа ты бы не знал даже год рождения свой тебе сказали старше они откуда узнали от своих старших отец кого никто ничего не знает вот и все что мы знаем нас назвал кто-то направил учиться и сказал будешь учиться потом пойдешь на работу потом женишься все все что я знаю а что не смогу сказать это все жизнь основана на чувственное восприятие второй недостаток склонность к обману каждый человек склонен к обману скажете ну как так вот я не склонен к обману допустим вы скажете нет нет все склонны к обману все примут обману все примут ложь если обман приятный один учитель сказал всем ученикам на лекции это было в начале прошлого века в индии он сказал этот мир обманутых обманщиков и дал лекцию в конце ученик спросил кориджи но мне так и непонятно как этот мир весь обманут и он чемпион панчики еще и банк объясните я так и не понял до конца вроде бы все честные люди так считают и так ну разве нет вот здесь же все честные люди собрались а почему же мы обмануты почему обманщики и вот хороший пример для идеи в индии с места паломничества святые места куда идет миллионы людей в дни праздников священных месяцев до сих пор если вот вы путешествуете в индию в такие в такое время вы увидите что там творится вся и где-то такое священное место там сотни и тысячи святых людей садху медитирующих йогов там там много чего можно увидеть и вот идут в эти места получиться много женщин также целью соблазнить садху какого-нибудь чтобы иметь ребенка это может иметь ребенка от садху престижно в индии об этом желании хитрости женщин знают и здравствуйте на мужчины и одеваются как садху и тоже идут места паломничество чтобы соблазненными этими женщин иди и другие знают об этом обмане но делать ну что обман приятный вот и все комфорт который мы устраиваем это приятный обман вот и все мы уже обманут ведь потому что женщина предначена для аскеза это его здоровье это его интеллект это его успех комфорт означает медленное загнивание гибель есть такой эксперимент вселенная 25 можете набрать в интернете познакомиться кто-то не знаком то есть эксперимент проводился с мышами 25 раз отсюда это название вселенной 25 какой-то канадский ученый насколько я помню в прошлом веке где-то в 30 что ли годах извиняюсь могу неточности допускать какие-то хронологические но суть в том что для мыши создали вселенную полтора метра высотой многоэтажка такая там площадь какая-то есть и там норки всевозможные подача корма воды температура необходима идеальный комфорт для мыши он изучал плюс 21 или 20 градусов не помню идеальный температура для мышей идеально устойчиво для проживания при первое же при первом же желании потребности выдается корм вода никакой конкуренции никакой аскезы не нужно никаких усилий чтобы жить счастливо собственно мы тоже хотим создать вселенную такую свою вселенную вселенную комфорта вот она уже существует как и есть но мы хотим другую вселенную комфорта здесь слишком много труда нужно чтобы жить а мы хотим по-другому все устроить найти такие источники энергии которые бы все это выполняли автоматизировать мы бы могли жить легче это тенденция очень устойчиво и он наблюдал как через два года примерно в среднем вся мышиная колония вымирала до последней единой мыши он проводил эксперимент 25 раз чтобы убедиться что-то научно что-то не случайно и в конце концов он даже описал подробно что происходит в этом солнце у мышей при таких идеальных условиях первое что происходит самцы перестают заботиться о своих семьях всего нет необходимости выживать если самка заботится малышах то сами должен заботиться о семье и также защищать семью от агрессоров и самцы становятся слабыми это означает что самки становятся легко доступными для чужих самцов и приходится защищаться самим а начинает злиться быть агрессивными драться и от агрессии когда входят в их природу постепенно это не сразу они начинают относиться к своим мужьям агрессивно а потом к своим детям и потом впервые в истории этой вселенной мама мышь пожирает собственных детей то есть это проявление агрессии прямо потомству я не удовлетворенность потому что она беззащитна ну в нашем случае это могло бы назвать абортом допустим если у мыши это так проявляется учета может по-другому проявляться но тенденция то же самое не хочу зачем мне так трудно я без защиты я так не выживу потому что нет должной защиты далее появились странные мыши изгои их не любят диссиденты они где-то в отдалении сет своих норках практически не общаются ни с кем социуме обижены на всех злые раздраженные такие знаете это некрасивые такие корявые и они выпрыгивают иногда свет на рыжь чтобы кого-то укусить и снова запрыгнуть все но такой характер при этом все доступно параллельно с этим появились красивые мыши элита шерстка ножки хвостик ушки все на месте понимаете идеально они сидят в центре всегда полулежа располагаются вдохновляют всю вселенную это их как бы стимул жить наслаждаться зрелище но них нет телевидения правильно у нас по телевизору сегодня ножки показывают там хвостики там ушки кому что а там вот такие вот красивые мыши назвали красивые мыши им все вне очереди и прочее потому что они вдохновляют всех конце концов приходит дело до того что они склонны только чувственным наслаждением и развлечением эти мыши и начинаются первые примеры гомосексуализма они вообще не вступают в брак они начинают спариваться с однополыми заниматься сексом и постепенно вся колония вымирает 25 раз это все повторялось результат один и тот же тогда этот эксперимент был незамеченным потому что все подумали какое-то это имеет отношение к человеку мы же разумные люди у нас же есть истина понимаете но посмотрите мы похожи бываем также глупы как эти мыши человек может быть таким же глупым как животное несмотря на его речь культуру телевидение самолеты космические достижения химические опыты психологические понимания а ведь суть то то же самое один ученик сидел своим учителем за столом но он чувствовал скованность присутствие учителя то что остались наедине друг мне зато понял что не знает что делать чем говорить утили остаться и так далее лето и на столе мухи играли и две мухи совокуплялись прямо на столе учитель увидел и сказал ученику смотри очень посмотрел боже как неудобно мужчина что такое присутствие учитель и такие вещи но так мы обычно к этому нормально относится но присутствие учитель ну ну не хорошо глупые мухи понимаете учитель смотрит еще и еще мне говорит смотри туда ученики на зал куда глаза девать смотри смотри видишь вот это самка это самец вот самка играет самцом дразнит его потом самец ловит самку и у всякого так чем же человек отличается к мухи он сказал все то же самое это не истинное существование рефлекторное существование называется не осмысленное существование мы забыли осмыслить то что мы делаем нам просто чувствовать приятное дело я зачем и куда мы не успели осмыслить знаете есть такой опыт биологии рефлекс называется лягушки тряхают голову и на зажиме подвешивают тельце и показывают всем демонстрируют смотрите как устроена нервная система вы раздражаете лапку кислотой или укалываете и лапка смотрите рефлекс называется не нужна голова для реагирует она реагирует наша жизнь не часто случается так вот жениться развелся еще что-то сделал и я не понимаю что это и зачем и кому это все нужно и одна ошибка поражает другую ошибку а я думаю что прогрессирую я ищу счастье в жизни все иллюзия а где же реальность реально заключается в том что если наши цели возвышенные человеческие на самом деле то и поступки должны быть каждый возвышенный иначе что я говорю я иду к истине а сам на другую сторону ведь практическая моя жизнь прямо противоположным направлении движется я сам отказался от этого однажды учитель гулял с учениками в нью-йорке и там закат солнца и здание полыхало этим заревом зеркальным небоскреб все ахнули во слава также действует иллюзия реальность совсем с другой стороны а вы привлечены отражение вот вы куда идете другую сторону совсем обман третий момент чек склонен ошибаться ошибка это свойственно есть такая даже поговорка человеку свойственно ошибаться это третий недостаток обусловленного человека я объясню это слово обусловлено сейчас обусловлен люди некоторые приручают ядовитых кобр это их профессия они учатся с детства и они их не боятся знают их природу хорошо рискованное дело но они справляются с этим большие королевские кобры они приручают один из способов приручения очень простой должны выйти на арену откуда кобра не может уйти вы тоже собственно не можете особенно уйти один на один с ней она поднимается сразу боевую стойку конечно же как только вы появляетесь что это змея она не будет к вам мирно относиться не природу другая природа кобры зависть то есть злоба она вас услышит смертельно сразу же как только вы сделаете какое-то движение верно она вас убьет это ее природа невинная так сказать и очень опасно но человек также знает что это злоба если не дать выхода убьет саму кобру поэтому что он делает а внезапно неожиданно для этой змеи дает ей пощечную сильно представьте что чувствует без того злая кобра она просто слепит от гнева и бросается и в это время он уже знаешь она бросится он должен мимо и пока она не очухалась вторую площадку она уже не знает эти жить или умереть самой она так злится и она продолжает делать эти броски и в конце концов теряет сознание слова как мы сказали она не может сама выносить этой эмоции собственной ну как представьте что вы завидуете вам же плохо и чем больше вот этим хуже вас никто не трогает вообще никто но просто вот этот человек вот у него всегда все хорошо мне всегда плохо но главное рядом сезон по сути если бы его бы не было мне было гораздо на меня бы всем вращать внимание но он рядом всегда все ничего не получается и в конце концов я хочу купить этого человека просто ленту на самому не жить многие люди зависти совершают суицид не шуточное дело то есть когда это зависть входит в сознание глубоко в разум человека в сердце человека он как я жить не хочу не хочу понимаете я ненавижу жизнь а жизнь тут ни при чем это зависть в конце концов кобра теряет сознание он берет ее в этом состоянии уже безвольном ослабленном и наматывает себя на шею все кобра приручена можете брать ядовитый кобра зубами обусловленная кобра приручена то что называемая она вас не укусит потому что она уже знает я уже пыталась то сделать бесполезно лучше не пробовать это хуже для меня только все не укусит она думает ум ее фиксирует в эту неудачу и не может от нее трава поэтому когда мы говорим о какой-то истине что-то это слишком высоко один для меня я вообще по эти вещи никогда не думаю я обусловлен мне нужна работа деньги успех понимаете о чем нужна семья хорошая вы о чем-то там говорить но без этого не бывает того что вы хотите невозможно вы хотите очередной иллюзии очередного разочарования но простите вы придете к самоуничтожению так что новые попытки только увеличить углубит разочарование в жизни но вы неудачи мы не хотим распространять новые неудачи мы хотим узнать истину правду о чем и так это правда что человек ошибается склонен к обману имеет несовершенные чувства и четвертую четверто несовершенство я почему-то забыл кто напомнит да да иллюзия вот она которыми сейчас говорили иллюзия подвержен подвержен иллюзии иллюзия означает не просто обман а сама обман это обман в который я сам верю назвать иллюзия это то же самое что обман иллюзия но в одном случае я не верю в этот обман даже когда обманываю других я знаю что я обманываю в этом случае я убежден что это правильно один шахматист другой шахматист играют шахмат один убежден что ходит правильно и другой тоже убежден что ходит правильно но кто-то выигрывает а кто-то проигрывает это называется ну заметьте пожалуйста ну практически каждый здесь и заль я думаю так каждый верит в свою удачу в жизнь правда же а иначе как дорогие мои но ведь это же иллюзия где основания вы очень талантливы все у вас есть начальный капитал или вам собираются помогать многие люди но рассудите верно это может быть иллюзия потому что в одиночку человек не может достичь совершенства можно строить все планы сколько угодно но в одиночку человек нет это невозможно вы не можете переплыть океан если вы очень сильный пловец кандидат мастера спорта или мастер спорта или победитель игр как-то олимпийских неважно океан не переплывете невозможно это нужен корабль нужно мощная система организованная например в этом зале мы включаем свет достаточно просто включить рубильник и свет появится небольшое усилие так вы делаете все лишь одно движение раз все освещено но это только потому что этот рубильник и вся эта система подключена к большей системе где то есть ядерный реактор который работает трансформаторы линии передачи там много чего есть в конце концов каждому дому подведены все эти сети а нам остается сделать только небольшое усилие и готово видите когда все связано как легко когда вы сотрудничаете системой не сложно но если это не связано с источником энергии сколько угодно можете включать рубильник бесполезно все ничего не получится и так что наша жизнь не связана не имеет такой связи с источником мы не можем добиться результата хотя правильно можно поступать во все другие случаи ошибка изначально в том в дите говорится нужно стать йогом для этого чтобы межуспех жизни мы должны быть связаны с источником например более что это 每